Девушки отдыхают Мы не смотрели эту передачу Она выходит на телеканале «Пятница» Расскажи в двух словах для тех телезрителей Которые смотрят только приму Что там происходит Молодцы, одобрительный кивок должен быть Только приму, запомните, больше ничего не смотрите На самом деле это аналог Американского шоу Точно так же «Адская кухня», который вел Гордон Рамзи Сейчас Как минимум Сейчас у нас в России ее адаптировали И ведет ее Константин Ивлев Это имя, я думаю, тоже вы знаете Кто-то грозный и очень эмоциональный Который разносит там на кухнях, в заведениях Слушайте, он правда такой и есть? Ну, в большей степени да Ну, то есть я очень мало раз видел его добрым Позитивным Таким дяденькой дядичкой И в чем принцип шоу? Как ты с ним соприкасаешься, да? Принцип шоу или как соприкасаться? И то, и другое Принцип шоу Ты проходишь огромный кастинг Порядка четырех тысяч человек Проходишь этот кастинг И попадаешь на сам проект И на самом проекте ты должен выжить Ну, прям вот в открытую Тебя чаще всего унижают Чаще всего Но там угрожают жизни? Нет, угрожают жизни Нет, нет, нет В этом плане Скорее, больше морально, эмоционально Как-то прожить это время Ну и, естественно, все это время Готовишь еду И пытаешься удивить, собственно, шефа Ну, в общем-то, обычная ваша работа В красноярских барах Тебя унижают, и ты готовишь еду Четыре тысячи участников Сколько прошли в сам телепроект? И на каком этапе ты? Всего двадцать Всего двадцать Четырех тысяч человек На каком этапе прошел я? Ну, я прошел, собственно, на первом этапе Ну, там три этапа Все три этапа я додолбился до них, собственно До, грубо говоря, своей настойчивости Все-таки попал на последний этап в Москву В Москве приготовил Всем все понравилось Ну, плюс настойчивость, как утверждали продюсеры Это их зацепило, и меня взяли Зацепило Опять эта песня Ивлеву понравилось Я не буду больше говорить этих слов Хорошо Что вы готовили? Расскажите, что вообще зацепило Я готовил филиминьон Вырезка говяжья С картофелем в двух текстурах То есть, был обычный картофель В трех текстурах Обычный картофель Картофельное пюре В этом картофеле И все это было закрыто картофельной бумагой Нет, картофельное даже больше Большей степени желе И крем из репы И жареная сметана Мы с Настей просто очень голодные Перед эфиром Такой сибирский набор репа Чтобы не оставлялись Я очень долго пытался найти в Москве оленину Ну, чтобы уже прям совсем по-сибирски показать Что вот, я из Сибири Я могу приготовить очень вкусную оленину Сначала поймать его Вот, видимо, так и пришлось Я даже уже в зоопарк ездил Думал, может, как-то там получится Но это прям очень сложно Я объездил все рынки Прям все магазины Азбука вкуса, которая славится своим ассортиментом И там даже нет И где нашел? Не нашел В Сургуте Да Ты, получается, защищал честь Сибири, грубо говоря Ну, были еще ребята Были еще ребята с Новосибирска Ну, кстати, прошел один парень с Новосибирска То есть мы вдвоем Сибирь защищали Мне интересно, как это все происходит То есть ты такое жаришь мясо И в это время в тебя летят тарелки или что? Ну, это уже впоследствии На этапе отбора ничего такого не было Да, конечно Там тебя проверяли только, насколько ты готов Ну, там находиться Спрашивали кучу вопросов Потом, в принципе, подготовлен Ты эмоционально ли выдержан То есть сможешь ли ты с этим справиться Не поедет ли у тебя на протяжении этого времени кукушка Поэтому это все было попозже Первая серия вышла, насколько мы уже знаем Да, да Можно про нее рассказать Про первую серию что там было уже Ну, я защищал Красноярский Я чуть-чуть опозорил, как Красноярский Расскажи, расскажи На самом деле Самый первый этап, когда мы представляли свое фирменное блюдо, коронное Вроде бы мне дали два балла Сказали, там мясо не соленое, пресное Два из картки Из пяти Это не есть хорошо А потом у меня был конкурс против девочек И я, собственно, на самом последнем, очень эмоционально напряженном моменте, когда у нас было одинаковое количество баллов Я вышел последним и не принес балл команде Потому что я не смог сварить яйцо пашот что он говорил оправдаться за яйцо пашот я бы тоже не сварила яйцо пашот так нет я же варил яйцо пашот я молчу про себя 7 лет опыта не все могут все могут а его как в пакете это же самое вообще просто я это так-то варят даже ты смотри почему она не сварилась она уже полосаре нет она уже была готова уже плавала в кастрюльке но в плане того что я его уже приготовил плавала в кастрюльке там единство раз там надо было достать ложкой не было шумов они усложнили таким образом задачу я просто не смотрю по детям и желток утек слушай во многих интересует вот эти вот шоу они есть какие-то подставные элементы в них или нет все вот по-настоящему соревновательный дух такой есть соревновательный дух безусловно конечно поначалу это все командное потом ты понимаешь надо бороться только за себя ну кто-то при хвой приезжает изначально бороться только для себя за себя и соревновательный момент этот момент всегда присутствует то есть подставного там почти ну ничего нет и чехвостят вот этот накал он тоже настоящий достало слово да 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 откуда там бабушка присутствует чехвостят да чехвостят да чехвостят да в тебя кидать словами что ли обзываются или как там очень график напряженный то есть ты спишь крайне мало тебя будет различными способами ну вот могли увидеть на первой серии гудели вы узелами там заставляли куда-то бежать то есть это сразу с утра ты просыпаешься открываешь шарит того что у тебя некрасивое слово глаза я бы не нашел синоним собственно открываешь глаза того что тебя тебе прям в ухо гудят и ты его делай и заставляют надевать какие непонятные вообще непонятно что не кроссовки не чем вот как ты спал вот ты накинул что у тебя было под рукой и побежал и все маленькие пацаны там босиком бежали ну то есть вот такое тоже было в тапочках а готовили в одежде все хотя это был неплохой элемент шоу если вы готовили без одежды слушай в чем твой интерес участвовать в таких шоу то есть есть какая-то выгода там понятно наверняка какой-то призовой фонд естественно а вот перелеты и так далее не то все оплачивать или нет вообще это я не могу рассказывать к сожалению к сожалению какой призовой фонд я подписал кучу договоров о том что я не могу разглашать это нормальный момент а призовый фонд призовой фонд миллион рублей основная идея для того чтобы ну из-за того что я поехал я хочу выиграть миллион рублей как и все сутки все правда говорили но на интервью там я хочу там выиграть потому что этом хочу засветиться или это моя цель жизни там выгодят сказки пошли все вот миллион вот он у них вот других как раз до конкурентов вот ты их еду пробовал безусловно там презентации были есть мы были профессиональные повара но большее количество людей были профессиональные повара который шеф повара просто шеф и повара которые работают тоже там по 5 по 3 по 8 лет они безусловно готовили интересно необычное ну то есть на уровне я бы так сказал но были и не профессиональные ребята то есть буквально там домохозяйки какие-то ребята студенты по парочка людей было которые ну просто куда я попал и почему я сюда попал но мне нравится я поэтому сюда попал вот что готовить ну полное непонимание как вообще вывести себя на кухню вы же тоже шеф-повар и чем вам это вообще надо было куда-то ехать кому-то что-то показывать там если бы это угол шеф-повар а вы же тоже шеф-повар ты мог листать что-то вот меня ну так и было а да естественно купну я не знаю можно мне говорить эти спойлеры нет естественно куча куча споров по поводу того чтобы почему дядька ты меня ругаешь если я по сути ну возможно не хуже тебя спорить можно и даже нужно и в этом естественно это же это же шоу у георгия свой бар в красноярске между прочим забегать центре а вот для нашего телекафе чтобы ты приготовил такого чтобы мы сейчас на стыке попробовали и удивились и отвалились мой 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 я могу украсть рецепт или именно обязательно свой лица без разницы смотрите вот из последнего что я пробовал прям очень-очень вкусного и необычного для меня пробовал приготовить или просто просто проснул пробовал приготовить какой-то передачи увидел как мухин владимир это white rabbit в москве на один из топ топ-13 шеф-поваров мира готовил сало из кокосовой мякоти то есть соленое сало из кокосовой мякоти я пробовал это приготовить сало не люблю кокос не люблю что делать и но это прям один в один сало из кокосовой мякоти ты можешь но это прям очень как-то наверное по вегански когда ты готовишь например хочешь угостить его хотя ниже алкоголь не пьют тогда я не сгостил можно просто но нет но бутик годик салом и на черном хлебе безглютеновом это же было выбором под алкоголь идеально немножко сместим акценты георгий а вот да да мы могли наверно бесконечно тем более про это до пятница но тем не менее лето у нас заканчивается скажу ты же когда написал сочинение на тему как я провел лето только что нам рассказал георгий как ну нет я провел лето в основном там и занимался собственно переездом у нас наш илья сосновский это наш штатный прогнозист человек который объявляет погоду он договорился до того что был наказан в общем прогнозы его некоторые не оправдались поэтому мы его наказали и послали в центр города чтобы он задал вопрос в сочинении летнем у красноярцев самый банальный как я провел лето давайте посмотрим